Почти 10 лет в квартире протекает балкон. Управляющая компания устранить течь не может. С такой проблемой в нашу рубрику городской дозор обратилась Галина Бабуркина. В особо дождливую погоду с её балкона выносят по несколько ведер воды. Основная причина течи – незалатанная дыра у трубы, считает Галина Ивановна. Её несколько раз осматривали, потом запенили и работы прекратились. Однако монтажная пена от потоков воды потолок нисколько не защищает. Дело в том, что мама моя, которая здесь живёт, ей 92 года. Она постоянно выносит большие ведра с водой. Она сама-то еле-еле ходит, но ей приходится выносить вот эти вот ведра. Иначе всё протекает вниз. Снизу даже жаловались. У нас потолок, пол прогнил. Там даже дыра от этой воды. С этой проблемой мы обратились в МОП-центр ЖКХ. Там сообщили, этим вопросом занимаются уже второй год. Причина протечки на потолке балкона – неисправность системы водоотведения. Специалисты уже проделали работу по прочистке канализационной системы за чеканки швов. Однако работы результата не дали. Затем поменяли водоприёмную воронку на верхнем этаже. На этом работы застопорились, поскольку проводить их нужно на лоджии соседей Галины Ивановны с верхнего этажа. А они больше восьми месяцев сотрудникам ЖЭКа не открывают дверь. Канал локализован практически в ноль. Есть небольшое подтекание в сильные дожди. Но чтобы его устранить, нам необходимо попасть в вышерасположенную квартиру, вскрыть плиточное покрытие, оценить и провести ремонтные работы. Но на сегодняшний день договорённость с жителем есть. Я так полагаю, в течение следующей недели при благоприятных погодных условиях мы эту проблему закроем. Подобные работы можно делать гораздо быстрее, если соседи будут сами друг с другом договариваться, научатся идти на уступки.